МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вперёд! Это оперативное видео ФСБ России. Вы видите работу сотрудников ФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии по пресечению противоправной деятельности преступной группы. По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, в 2020-2022 годах занимались незаконным производством наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий ликвидированы три подпольные нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более 75 килограммов наркотических средств, свыше 400 килограммов прекурсоров, наркотических средств и лабораторное оборудование. Следствие по делу закончилось. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются в незаконном производстве наркотических средств и незаконном приобретении, перевозке и хранении прекурсоров наркотических средств в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу. 10 января в управлении ГИБДД подвели итоги прошедших новогодних праздников. В первые дни 2024 года наряды Дорожно-патрульной службы работали по усиленному режиму. На дороге области вышли 636 экипажей ДПС. Главная задача – профилактика грубых нарушений правил дорожного движения. Заметим, число аварий пострадавших в них людей уменьшилось по сравнению с прошлым годом. А вот статистика происшествий. 29 ДТП, в которых 2 человека погибли и 39 получили ранения. Если взять по видам ДТП, то у нас было 12 столкновений. Один наезд – настоящее транспортное средство. 9 наездов на препятствия, 5 наездов на пешеходов и 2 съезда с дороги. С 29 дорожных 10 произошли на федеральных автодорогах, по 5 – это на автодороге М10 Россия и М11 Нева. И в этих дорожно-транспортных происшествиях у нас 5 несовершеннолетних получили травмы. Травмы несерьезные, но все равно они относятся к категории раненых в ДТП. И все эти 5 несовершеннолетних передвигались в транспортных средствах в качестве пассажиров. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделяли профилактике пьяной аварийности. За все праздничные дни сотрудниками госавтоинспекции было спрофилактировано 164 нарушения. То есть 164 водителя было оформлено за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. И 19 водителей, которые сели за руль транспортного средства в метрецом виде, уже будучи лишенными права управления, привлеченными к административной ответственности за аналогичное нарушение. Хочу напомнить, что в данном случае при возбуждении 264 прямовой статьи, в случае, когда транспортным средством управлял собственник, оно изымается и практически уже 100% на решение суда, они обращаются в доход государства, вне зависимости, какое это транспортное средство. У нас были случаи, когда и Toyota Land Cruiser, и ВАЗ-2105 были обращены в доход государства. Дмитрий Арзанов отметил работу сотрудников госавтоинспекции по помощи участникам дорожного движения в условиях сильных холодов. Более 20 участникам дорожного движения сотрудники оказали помощь практическую. И те, кто заглохли машину, помогали им в содействии, завести транспортные средства. И те, кто съехали в сугробы, то же самое, оказывали помощь в извлечении этих транспортных средств. Контроль осуществлялся за состоянием уличной дорожной сети. Несмотря на то, что дни были выходные, но все равно в адрес владельцев дорог было вынесено 12 предостережений. Узбуждено 5 административных производств в отношении юридических лиц за недостатки в содержании уличной дорожной сети, которые имели место в праздничные дни. Не оставляли без внимания сотрудники госавтоинспекции и работу общественного транспорта. Мы постоянно проводим беседы с водительским составом в взаимодействии с руководством транспорта Верхнего Ужья. Еженедельно сотрудники и пропаганды госавтоинспекции, сотрудники технического надзора, они проводят беседы с водительским составом. Мы показываем, разбираем с водительским составом те дорожно-транспортные происшествия, которые были зарегистрированы с участием транспорта Верхнего Ужья. Здесь, так скажем, без внимания пассажирский транспорт не остаётся. А теперь совет от главного госавтоинспектора региона Дмитрия Арзанова. Как не попасть в трагическую ситуацию на заснеженной дороге? Придерживайтесь зимнего стиля вождения. А это небольшая скорость и дистанция. Несоблюдение этих правил стало причиной массового ДТП в Новогородской области, где пострадали и тверские автомобилисты.